20 суток строгого, причем это дал комендант Ленинграда, нет 20 суток строгого, а когда вернулся еще, так сказать, уже в училище, там, хотя и не официально, в общем-то, мне выбили еще 10 начальников училища. Зачем? Зачем? В общем, короче говоря, была большая драка с моряками, на танцах, на танцах, естественно, и там, значит, это самое, комендатуру вызвали, а там комендатура моряки же, они моряки, так сказать, основа везде, а мы, пехота, артиллерия, пехота, коррект, в общем, для них сухопустчики, так, а эти, наверное, и вот, значит, мы вдруг влезли в их епархию, поддали там, а так как там на эту самую ходили, как говорится, две полуторки с прицепом у нас было нормально, две полуторки специально, понимаешь, что такое? Нет. Ну, два раза по 150, пусть-пускус купила. Вот эта тонкость уже я, да. Нет, мы уже, нет, мы уже, к этому, да, нет, не было. Ну, значит, и так, короче говоря, взяли сразу коменданта, там, я не знаю, в какой-то, похоже, что я попариваю, в какое-то мероприятие, там, когда с этим боролись, наверное, с этим, вот, сразу посадили, и почему я помню этот период, хорошо сказать, так, по двух причинам. Первая причина, что каждый день, два раза мы встречались, в общем, короче, в Суворово. В Суворово перед въездом на этот самый мост, не помню, какой, так сказать, мост, но, по-моему, не этот самый, не самый там, который... Василийский остров? Ну, в общем, на какой мост через него, так сказать, там их миллион мостов. И там на площади, вот такая площадь, которая перед мостом, стоит там этот памятник Суворово. А, Суворово. Суворово, это он очень, Суворово, Мирбашево, Финбашево. Не знаю, ну, я Питер не знаю. Ну, вот, мы каждый день, так сказать, поезжаем с него, везде в обычной полуторке, которая в 32, так сказать, да, только часовые с 20, с томатами, да, рядом. Ну, и вот, и, это самое, мы вставали и там отдавали честь, и что-то кричали, какой-то выкричали, а Василичу, привет, или что-то в этом духе, так, и отдавали честь. Два раза в день. А ездили нас, загоняли в Петропавловку, в подвалы, и там мы разбирали оружие. Ты представляешь, это кошмар, это такое удивление вызвано, я до сих пор это самое, я не могу представить, так сказать, да. Это пулемёты, а с какого-то 17 века уже были пулемёты, это вот, были несколько стволов, вращали, там как бы... Крутящиеся. А, крутящиеся. Это было столько, там, значит, эти личные вещи Наполеона, там, и ещё там вещи какие-то, так сказать, и так далее. Откуда вы знали, что Наполеона? Откуда я знаю, откуда знали те, которые его хранят, так сказать, мы чистили. Нет, я просто спрашиваю, нет, вы же говорите, вы все вещи... Мы, мы чистили. Да, там написано было, Наполеона. Мы чистили, так сказать, отчастили, видимо, там готовилась смена, наверное, чтобы вытащить наверх туда, для показа, так сказать, да. Вот мы занимаемся отечисткой, выстали. И вот, кстати, что я хотел сказать, чему иначе вы... Ну, неважно, чистили, да, туда, в Петропавловск. Нет, вы на губвахте, вас возили на работу два раза, в Петропавловску. И вы там чистили оружие. А на самом деле, это было к чему? К тому, что... А, это к чему? Господи, к чему? Я был записан, это было перед выпуском из училища. Я был в списке Байконур, в ракетчике. И, естественно, пока я там сидел, меня уже вычеркнули из этого списка. Вычеркнули из этого списка, так сказать. А случайность их, говорите? Случайность, да. И я пришел, когда я, так сказать, так... Это не случайность. Да, и меня назначают в эту самую станцию Мончалова. Мончалова. Низу Ржевом и Великие Луки. Или, как говорится, когда меня провожали, поезд был Москва Великие Луки, так сказать. Меня провожали, тут ребята в Москву еще, говорят, не посылают тебе на Великие Луки, так. Вот. Ну, я приехал, действительно, какая-то разбитая деревушка, так сказать, и дали деревяки какие-то там, это самое, лес и так далее. И вот это оказалась база трофейных боеприпасов. А это по специальности. У меня была первая специальность военная пиротехника, так сказать, так, взрывника, так сказать. Ну, и это... И вот, когда я потом познакомился... Кстати, докладывал я, докладывал начальника отдела майор... Жене Плоговича, так сказать, да? Вот, пожилой такой человек, он сидел на губахах. Я к нему приходил на губах, докладывал... Ну, 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 да. А подальше продолжение службы, так сказать, да? А сидел на губахе за то, что перед этим, где-то за неделю, там было это самое сжигание пороха вместе с винт-патронами. И заваливали огромную саму яму, вот этим всем заваливали, а потом поджигали там и так далее, так сказать, да? И вот там это была сгорела девушка. Заживо причем. Вот, она была, что-то там разгримала. И по непонятным причинам, ну, в общем-то, понятная причина. Вот, произошла вспышка. То есть она в этом огне сгорела. Ну, сразу это было, так сказать, безусловно. И вот там была комиссия, там, в это время московская сидела. Командир сидел на губахе, так сказать, да? Еще пока не ясно, что с ним делать дальше. Ну, вот. И это самое... Одна из причин, так сказать, это, может быть, винт-патрон и порох. Винт-патроны это все такое? Это целый винт-патрон с пулей. Это винт. Ну, патрон, да? И это самое... Капсулу там есть. Капсулу. Ну, по патрону, в капсулу нажал где-то такой, список небольшой, и потом все это, наверное, вспышка, мне сказать, да? А девушка-то там, она там работала? Она работала. Там, в основном, там вообще одни девушки работали. Одни девушки. Это только женщины, практически. А это какой год был? Это был, я тебе скажу, это был... В 48-м, а сейчас я выпустился из училища. Нет, это не было, 48-м, нет. В 45-м, очень все просто. В 45-м, три года, в спецшколе. В 45-м, по 48-м, в училище, в Минграде, вот, 45-м, по 51-м, 48-м, по 51-м, это, значит, был 51-м, да, это 51-м, да, это 51-м. Вот, три сорта были, в спецшколу, так сказать, да? Ну, военные ходили в форме, там, в военной форме, там, это узкие погоны такие, какие-то, и так далее, так сказать, да? Вот, так что? И вас распределили в это... А, вот, распределили... Да, 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 да. Вы докладывали... Да, 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 да. И вот, значит, это самое... Там, значит, это, значит, был 51-м. А в каком же я... В 60... Да, да, я не когда полетел? В 61-м. А? В 61-м. В 61-м? Да. Долой, значит, в 6 лет, это будет... 50... 55-й. 55-й, да? Да. О, значит, это был 51-й, я, который сказал, что уже закончился, я в училище попал, да? То есть не попал, а выпустился, что был 51-й. Это был 51-м. Букин, даже были в Байконур. Да. Аккуратно, на Великий Букин. Я видел, я станция там, Малк-Манчало, недалеко. Ближе Брежек был, 10 километров буквально, пешком ходили на Грязь, Кабаржек. Развали на целый город был. Ну, и... Там были трофейные боеприпасы, которыми вы занимались. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, так? Хотела одно интерес, а потом получил... Ну, да. Ну, в общем, короче говоря, когда я начинаю вставать, начинаю... Ничего, 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 ничего. Ну, в общем, короче говоря, так сказать... Короче говоря... Просто случайность выявилась одно. Да, да, и после этого, значит, я там пробовал какое-то промежуток времени, потом подал рапорт в Академию, значит, меня выпустили, вот. Я завалил, в Академии Дзержинского, так сказать, да? И сказал, что я приеду, я сегодня снова вернусь, потому что все вполне возможно. Почему завалил? Очень просто, так сказать, да? Нет, мы жили там на квартире Быковых. Быков, он был этот самый. Быков как раз после того, как Берия убрали, вот, его, значит, его, значит, а он был в это время где-то на периферии. Берия его куда-то загнал далеко, ну, то есть он был плохо у Берия, но когда Берия взяли, он стал хорошим, его притащили обратно, так сказать, да? И его отправили вместе с Тосей, ну, Тос, знаешь, Тоской мы даем, знаешь, сестра мамы, вот. Вот, они, он был советником КГБ в Чехословакии, самым советником, так сказать, да? Ну, и потом, значит, и да, и мы жили в, самое, период учебы в Академии, мы жили, я уже, так сказать, жена первая, так сказать, и Сашка уже появился, так сказать, да? Ну, вот, и это самое, жили в этой квартире, ну, и что, так сказать, вместо того, чтобы заниматься, так сказать, а там у них телевизор был. А у нас телевизор вообще в жизни не видел, так сказать, да? Ну, естественно, я заткнулся, так сказать, вроде все знаю, там, пятое, десятое. Ну, в общем, двоек не был ни одной, но троек нахватал и по баллам, значит, не прошел, так сказать. Ну, и вот, и потом я приехал обратно, когда в Часске, так сказать, приехал, естественно, да? Ну, и командир Часске Андреев, фамилия Герой Советского Союза, полковник, меня встретил, так сказать, так, как раз очень ко мне относился, вот, или сказал, ну, это самое, а еще поедешь, я говорю, поеду. Ну, если, да, ну, поезжай, тебе нечего здесь делать, ну, там, так, как сказал, нечего делать, ну, причем, потому что, вообще, да, там пили все офицеры. Ну, все на поле, да, там же, в чем заключалась работа вообще? А, работа, так сказать, так, ну, то есть, это был боеприпас, нужно было отвинтить боеприпас, все эти самые взрыватели. Ну, это вы занимались лично? Да, лично, взрывателями, да? Один раз ты рассказал, там, что-то... Да, ну, да, ну, вот, значит, взрыватели, так сказать, взрыватели разбирали и так далее, и по частям все это там, вот, а взрывы припасы были, знаешь, какие, немецкие, бывшие, немецкие, конечно, трофейные, были американские, английские, так сказать, очень много, китайские, японские даже были, так сказать, боеприпасы. Вот, на немецкие, английские, американские, у нас была вся документация, ну, эти, как союзники, а в этих, ну, взяли, так сказать, и все это было на русский язык переписано, там было ясно, что всем-то имеют дело. На японские, на китайские, как бы, а японские, с фояскими, японские тоже, была же, ну, да, да, откуда она появилась-то, там не было никаких документов, ни перевода, ничего. Вот, и мы на спор, я как сейчас помню, значит, берешься-то и разобрать, или не берешься, так сказать. Все, в общем, короче говоря, знаю, из нашей группы, так сказать, 25, да, в общем, короче, 2-3, наверное, погибли, у одного или двух, так сказать, все там оторвано, не знаю, ну, в общем, короче говоря, вот такая ситуация. А Вовка Шиков, мой друг, так сказать, застрелился. Не знаю, не знаю, не знаю, он уже там, я, он куда-то на Урал попал, после назначения, после выпуска на Ураловской попал, ну, он был такой парень, он вроде, наверное, вот у этого, который, а он, похоже, что он такой же человек, этот самый, ректор такой, ректор, ректор, ну, ректор, которого сняли не дали, так сказать, да, Старый и сплавов, который. Старый и сплавов, он, вот, я понял, что он, так сказать, тоже такой прямой, значит, любит правду, матку, почему даже я тебе скажу, отвлекусь немножко, потом напомните, я на чем остановился. Да-да-да-да, вот. только почему я хочу рассказать об этом путин когда вы с не это снимали а того назначали краска да ну и я не разговаривает в крыму сидят искать разговаривает президент и премьер разговаривает ну или это самый пример говорит пускай как путину что ну наверное опытом по имени-очень называет надо его опыт искать да вот обязательно доскать ему опыт его характер настойчивость путин слова характер настойчивость и улыбнулся видимо там какие-то были прямолинейность не назначили самый интересный вывода ему это сказать самый служной список искать он был вектором института учебного института стали сплавка потом стал министром науки и пресвещение а сейчас его назначили представителем прести президента по вопросам поддержки и налаживания торгово дипломатических отношений с украины сейчас сейчас в баня сиратская да и да вот выдели такого представителя ну видимо ходе заходит чтобы кто-то держал под этот вопрос над под контролем не двигал и она нас там это его характер будет вот здесь не завтра это и другое сказать да но я понял что он такой и вовк шиков был похож это в этом плане сказать очень достойчиво прямой лепил правду матку так сказать и где-то 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 как мне сказали во время караула так сказать сушилку сам себя а еще то говорим где-то на твоих глазах когда игрались в пустую хритовку застрелил кого-то мы-то было в лагере было вставлять листовку друг другу говоря быстро произошел или сидящий напротив к скрыт свалился какую-то патрон я кстати один раз это самое нас на стрельбах это я про себя уже дальше да это обычно как водить с крово приходится что это пистолет да даешь вместе с патронами солдата доска и так вот проверяется тогда я все про все порядка расписаться ушел и здесь а нас пришел тоже сам расписался в зал пистолетов патронов не надо не хорошим идем таскать прицеливаться на тренироваться таскать его нас тренируемся кто-то смотрит стал передо мной таскать это ну куги оттуда но уже не заряжена гася на у людей но он ушел до 100 и было смотрю в одном но там в барабане револьвер 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 и ты смотри что-то к желтым китайской такой сбоку сюда один патрон сидит в этом зале не вытащил не вытащил не вытащил патрон вот это вот эти осусти просто сказали из армейской жизни они это очень важно много всяких таких штук русской это вот на базу все-таки даскать на что там дальше клади сказал вы еще раз да 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 и вот это самое на следующий год вот он как мы это самое только не очень уважал между прочим пускай так и когда академию несмотря на то что так как мы никогда туда рабочий день начинал с того пуска то самое потом пошли заниматься да вот но там всегда есть устройство это когда-то через какую-то там устройство через и так далее иногда ты скажешь устроить и не помогает какой-то берешь там это мешает крутить или спирт в полно спирта почему пивайте потому что по технологии мы должны опускать все это спит сначала и снаряд с этим созревателем но и больше того таска и так или это самое вот это вот начнем закручены друг друга детали таскать они растворяются там и там какая-то какой-то таскать примерный какой-то материал так и пани и там когда спиртой себя растворяется и когда-то отбирай спокойненько обещаю чтобы ему напряжение нам это сказать что доска это значит вместо ваша пускай спирс персу на он берем 2 2 2 этих делом как вы нажимаете динамо скажу тиски 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 ну один тиски а другой и какой-нибудь это самый который с помощью винтов как называется тип разводного ключа типа разводного ключа и откручиваешь носил короче говоришь они серьезно как бы а я уже на а он разрешил на троица выходил еще раз вот и я вскоре понял таскай так что ничего не получится ну во первых ты сказать потому что ты уже нигде неделю таскать там принимаешь паренку ты приходишь выходной доски так что эти опять на работу стоит или тему газе чувствуешь что начинается что-то мы его это я самым для того чтобы это самое не обобщали это самое ну как бы не подчиняться общей схеме вот чтобы не выделяться там так далее потом там вообще очень много напряженный был круг на свой это самый такой тут в принципе вообще так сказать при разборке при этих так далее в общем короче говоря попросил командира таскать меня перенесили скатуре это тоже там есть как раз этом приехал она еще там какой-то парень но 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 начаться же спасибо в кадриковых у нас у нас как же гоня сейчас вас для как раз офицер по перевозкам есть офицер по перевозкам который два часа на сквозь вы должны потерялся потерялся я попал не в китай а я попал в академию уважал несмотря на то что ты не сказал один случай это сказать когда тоже там вот вечером иногда не только утром и вечером расслабиться до расслабиться да мы вот и значит это кино и но пришел засыпать 8 короче говоря получилось так что был шелкин супер жил какой-то кинофильм я как бы что-то смотрел потом я уснул сидел уснул мы люди сидели рядом с это сказать нас косметика не было разделение то сказать скамейки были общей общей дискомете с написанными номера ну клуб офицеры эти ушли туда сюда то сказать я в руках и завалился а я так был где-то в третьем и в пятом ряду а ведь с первого поднялся командир поднялся но андреев фамилия есть него по-моему да и сказал увидел это дело подозвал безумного уберите ну да уберите больше ничего так сказать ну и единственное счет а сначала не надо на следующий вариант лошадь сколько нет ну не в этот момент но в этой части в этой части в этой части в этой части да ну и вот на себя потом значит он это самое было и сразу сказал да с него дать наверно сыгу там вырезались насколько как всегда часто бывает но но и все скидно и воды когда собственно говоря он вызвал фиге тогда поговорил сказать еще раз сказал о том что я все говорю или нечего тебе сделать но почему-то но чувствую нашу атмосферу сюда это сказать ну что-то что-то вам не видела не знаю что кроме того еще значит дай был там а я назначен дознаватель совсем с такой то что не хочу ну как это сам берешь подписку о том что ты это самый говоришь правду неправду вот и с протоколу начинают допрашивать пускай так как и тут искать преступление совершил как правило доска это делал за того чтобы не допускать потом сюда этих извне головы которые даскать нужны чтобы короче говоря нужно занять что оставалось чтобы оставалось внутри для этого делать вот это дознавательское как правило не только ради этого что и дальше но очень короче говоря так сказать на он написал письмо на имя начальника вот вокруг тебя уже нельзя там на первый раз мы через округ проходили в округ один раз жизни искать только дается возможность а это напрямую и там я очень короче говоря а так как я ушел из этого цеха но я разженился вот вот этот год когда я с утра до вечера решал задачи по математике и по физике это главное что было насколько я понял кого-то были требования это решать конкретные задачи таскать надо самое главное было на этом можно всегда было вылезти ну и знание конечно естественно в общем короче говоря в результате я приехал приехал на ту же специальность пиротехния ну а сдал то я хорошо потом из 25 по моему очков так сказать где-то 23 было то есть почти все пятерки там есть 4 и в это время так сказать меня вызывает бывает вот сейчас идет набор специалистов нам нужно на новый специальность вот где нужно это физика математика там и так далее больше я могу сказать вам не можем как вы смотрите на это а мне откровенно говоря уже пиротехния моя романтика 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 такая в училище карман набор был даскать пришли даскать но вот специальность опасно не очень короче говоря даскать да пока ничего не показывая потом наконец-то это самое когда подсформулировали вот и был первый набор на новую специальность таскать так по существу тот же боеприпасник только по ядерному оружию короче говоря вот это собственно у нас там был вперед это самое мы сидели там в отдельной клеткой отдельно часовой туда день находили нас в академии зажинского сейчас петра великого я не знаю если начался как видите где-то ну а очень варяда сказать вот это закончили после этого вы сразу до конца как и попал после этого да я там кстати кстати так сказать какие-то стали уже писалки статейки и больше того все счет восемь они знают а скользу секретные я куска это по крайне не было знать выбран председателем научного комитета факультета а это как раз факультет как я верно на день нашелся когда вы был председателем военно-технического комитета и общество не 800 такое и 8 офицеров короче говоря кончаю тоже прилично да во первых начать все нормально прилично и еще ищу еще что перечень передо мной лежит перечень этих утвержденных там главком кстати династом лавком пускай председателем перечень тем этих выпускных диплом не ситуация дипломный работ дать перечень дипломных работ у меня ничего не понравилось там все конкретно было предложено по существу 25-15 человек было так вот по существу так предлагал сделать 25 атомных бомб проектов сделать нужно 5 проектов атомных бомб так сказать да вот это знание должны были все туда для этих то есть ты уже мог здесь проектировать практически атомную бомбу а мне не хотелось этот проект меня и следует специально интересовал вот я предложил значит можно предложить но нужно утверждать двенадцатом лавке а не давайте попробуем с хочу делать я предложил то сказать исследование очень в общем воздействие примерно условно сказать воздействие нейтронного потока ядерного взрыва на боевую часть ракеты на ядерную боевую часть мне это очень интересовал вопрос потому что вот в этом плане на какие-то уже ковырялись по немножко то сказать да утвердили вот у нас они были все секретные то сказать работа естественно защитил все нормально защитил и начинается выпуск а я на что приступил старшим лейтенантом там я получил капитана где-то на втором и третьем курсе но очень идет выпуск искать да и засчитывать это самое кого куда меня назначают начальником нет не начальником а главным инженером ртб знаешь такой портале конечно но главным инженером по ртб это большая должность куда-то в западную белоруссию я сказал что значит я подвижная ракетно-техническая база подвижная ракетно-техническая база это та которая готовила ядерный припас взрыву перед тем как его пускать прикручивала какие-то проверки кстати там были боевые проверки